Привет, ребятушки! Не-нет, не помешали, у нас тут просто обычное семейное торжество. А именно, приятный кофеёк, печенюшки и родственные сплетни. А, ну ещё и собака моих тётушек, которая, как мне кажется, иногда покушается на мою жизнь. В целом, семейные торжества у всех нас проходят довольно сносными. Ну, так как родные, в большинстве случаев это действительно милые люди. Ну, во всяком случае, те, с кем мы знакомы. Ну, а что насчёт тех, кого мы никогда не встречали? Вы знаете, кем были ваши прадедушка с прабабушкой, а? Представьте себе, что вы держите за руку своего отца, а он, в свою очередь, держит за руку своего отца, а тот своего, и так далее. По статистике, всего лишь через 50 метров этой большой цепи отцов, с вероятностью 1 к 200, будет стоять человек, имя которого едва ли является для вас незнакомым. Чингис Хан, монгольский завоеватель. Он без всяких сомнений мог бы рассказать гораздо более интересные сплетни, нежели мои тётушки. Ведь Чингис Хан не был тем парнем, кто навечно застревает во френд-зоне. Иначе миллионы его потомков было бы не так просто объяснить. У него были сотни детей, в свою очередь, породивших на свет ещё сотни детей. Вероятно, он потому и занимался грабежами, носясь по всей Азии, чтобы быть в состоянии выплачивать все свои алименты. Так вот, Y-хромосомы передаются от отца к сыну, не подвергаясь существенным изменениям, и дают возможность проследить отцовскую линию родословной. Откуда взялось такое огромное количество потомков, можно догадаться благодаря одной спорной цитате, авторство которой иногда приписывают Чингис Хану. Сомневаюсь, что ему было достаточно только лишь сжимать жён и дочерей в объятиях. Чингис Хана не считают классическим героем. Да и сотни детей не появятся в результате любовных приключений в путешествии по случаю окончания средней школы. И его потомки также не ленились размножаться. Что объясняется тем, что мужчины, имевшие власть, могли обладать несколькими женщинами. Y-хромосомы 8% всех мужчин в большом регионе Азии позволяют отследить связь с родом Чингис Хана. Не спорю, если в вашей внешности отсутствуют хотя бы маломальские азиатские черты, то шансы оказаться носителем генов завоевателя у вас крайне малы. Однако, согласно чистым расчётам, потомки Чингис Хана на 2003 год составили гордые 0,5% от всего мужского населения земного шара. Так вот. А, блин, чё там дальше-то? Мелкий, принеси исправленный сценарий. На, вот, держи. Ты чё, нормально не мог в программе отредактировать, что ли? Да, у меня там PDF не открывается. Так надо было в PDF-элементе делать. Где? PDF-элемент – это отличный софт от компании Wondershare для работы с PDF-файлами. Причём работает на любой винде. У меня только Mac. Вообще пофиг. А, так стоп, откуда у тебя Mac? Хотя, ладно, не суть. Короче, Wondershare в PDF-элемент – это удобная и качественная программа на Windows и Mac, позволяющая без особого труда редактировать PDF-документы и преобразовать их в форматы Microsoft Word, Excel, PowerPoint, не теряя при этом шрифты и форматирование текста. Если честно, я про Mac наврал. У меня нет мака. У меня вообще компонент. Аааа. А телефон есть? Ну да, iPhone. Ну ладно, Android. Хотя это тоже пофиг, потому что мобильное приложение PDF-элемент можно скачать как на Android, так и на iOS и быстренько на ходу внести все нужные изменения и корректировки. Или вовсе оставить свою подпись на документе. Платная? Конечно, как и любая хорошая программа сегодня. Но ты можешь скачать на сайте пробную бесплатную версию PDF-элемент и протестировать её в работе. Ссылочку, как всегда, оставляю в описании. Так что давай беги и справляй всё нормально. А как же ты? А я уже вспомнил, что там дальше. Так вот, а что если мы не остановимся только на Чингисхане, а продвинемся ещё дальше в прошлое по нашей цепи отцов? Намного дальше. Теоретически, её можно продолжить до самой первой в мире формы жизни. И всё же на практике эта попытка обречена на неудачу. Поскольку для некоторого количества индивидов, число которых примерно равно населению Пакистана, цепь прервётся. Ведь чертовски сложно пожать друг другу руки, если вместо рук плавники. И вообще, вам когда-нибудь доводилось наблюдать, как две рыбы держатся за руки? Для этого им просто не хватает чувства романтики. Так вот, если проигнорировать эту проблему и расставить остальных предков подобно пожилым супругам, ну то бишь молча рядом друг с другом, то фактически цепь закончится где-то на нашем первом общем предке. И этот одноклеточный Адам, живший около 4 миллиардов лет назад, стал переходным этапом от химии к биологии. В английском языке он получил название Лука. Последний универсальный общий предок. Как выглядел Лука, какие имел увлечения, никто точно не знает. Но так как в ту пору некого было его об этом расспросить. Никто даже не поинтересовался, хотел ли Лука вообще появляться на свет. Это решение уже принял за него углерод. Совершенно безостенчиво, образующий множественные связи одновременно. Ну и составляющий основную структуру жизни. Этот элемент прошел долгий путь. Он выкован внутри массивных звезд и образует практически все, ради чего стоит жить в этом мире. А именно уголь для барбекю, алмазы и саму жизнь. Белки, жиры, углеводы и многие другие вещества, плавающие в наших клетках, получили углерод в качестве своей основной структуры. И это связано с тем, что углерод является мастером образования длинных цепей и соединений с другими элементами. Эти соединения даже имеют совершенную силу. Однако наиболее важным свойством углерода является разнообразие химических структур. Которые могут образовать элемент. Фактически углерод может сформировать больше структур, чем все другие элементы периодической таблицы вместе взяты. Это, кстати, полезно, если собираешься смастерить что-то настолько же сложное, как жизнь. А чтобы из углерода смогло сформироваться живое существо, он должен сначала образовать органические соединения. Как они появились, мы узнали еще в 1950-е годы. И благодаря ученым Стэнли Миллеру и Гарольду Клейтону Ури, два исследователя смоделировали в стеклянной колбе такую атмосферу, которая должна была преобладать на ранней земле. Вода, метан, водород и аммиак. Настолько же суровые условия сегодня, пожалуй, можно встретить лишь в спортивных раздевалках, да еще и внутри кроссовок. Эти господа спровоцировали такое смешение электрических зарядов, чтобы смоделировать грозовые молнии, часто возникавшие в молодой атмосфере. На дне колбы находился искусственно созданный проокеан. Согласитесь, довольно громкое название для лужицы воды. Но фактически эксперимент стал давать интересные результаты, когда первичная атмосфера в течение нескольких дней подвергалась воздействию электрических разрядов. Жидкость начала приобретать розовую окраску, и когда ученые исследовали ее, они обнаружили нечто удивительное. В первичной атмосфере, благодаря грозовым разрядам, спонтанно образовались органические молекулы, среди которых оказались сахара, жирные кислоты и аминокислоты. В процессе дальнейших экспериментов с изменениями атмосферных условий были воссозданы и другие составные компоненты жизни, включая структурные элементы генетической информации. Так что в следующий раз, спускаясь в метро и ощущая в носу отчетливый запах метана, вы должны испытывать благодарность, ведь без него не было бы ни вас, ни метро. Быть может, лука, кроме розовой протоплазмы, получил также помощь от далеких звезд, ведь в нашей солнечной системе существует множество областей, где преобладают условия, при которых могут создаваться органические молекулы. Поэтому метеориты часто бывают переполнены строительными кирпичиками жизни, хотя сами по себе являются стерильными каменными глыбами. Например, в метеорите Мерчесона весом более 100 фунтов, который упал в Австралии в 1969 году, было обнаружено 70 различных типов аминокислот, многие из которых известны благодаря современным живым существам. Сильная астероидная бомбежка на ранних этапах истории Земли могла стать тем самым толчком, послужившим причиной возникновения жизни. В результате на Земле оказалось не только множество будущих составляющих клетки, но и на нашу планету также было перенесено огромное количество воды. Однако зарождению жизни может способствовать не только содержание метеорита, но и мощный удар. В 2015 году ученые создали метеорит. Это была замороженная мешанина из воды, аминокислот и силикатов, которые охлаждали до минус 196 градусов. Чтобы смоделировать удар, космический снежный шар бомбардировали снарядами. В результате воздействия отдельные аминокислоты объединились, образуя короткие цепи, как это происходит и в клетках для формирования белков. Таким образом, сама сила удара может способствовать образованию сложных органических молекул, без которых не было бы никакой биологии. Чего не хватало первичному бульону для жизни, так это обособление от внешнего мира. Внешняя мембрама, подобная мембрамам современных клеток, возникает спонтанно, когда амфифильные молекулы попадают в воду. Несмотря на свое название, амфифилия не имеет никакого отношения к лягушкам. Это слово описывает вещества, вступающие в сильное взаимодействие с водой, а также имеющие жирорастворимую часть. К ним относятся, например, фосфолипиды, из которых состоят мембрамы клеток вашего организма. В метеорите Мерчисона были также выделены амфифильные молекулы, которые при контакте с водой продемонстрировали способность к спонтанному образованию мембрамоподобных структур. Таким образом, все компоненты, необходимые для возникновения жизни, имелись в наличии. Но разве тайна нашего происхождения была решена? Вероятно, на вашей кухне имеются все ингредиенты, необходимые для приготовления вкусного мраморного кекса. Но заметьте, насколько непредсказуемо возникновение из них шедевра пекарского искусства. Вы будете разочарованы, поскольку мраморный кекс – это изысканный продукт. Тем не менее, однажды может случиться так, что молочный пакет опрокинется в коробку с мукой и образует то, что может зайти за примитивного предшественника пирога. Живые существа, знакомые вам сегодня, – это продукт длительного развития, на который ушли миллиарды лет. Случайные генетические мутации в сочетании с беспощадной борьбой за выживание, которая позволяет размножаться только лучшим представителям, являют собой безостановочный процесс оптимизации. В результате, по прошествии чрезвычайно продолжительного периода времени, из примитивной группки молекул может развиться что-то настолько же сложное, как кровожадная собака моих тетушек. Ну а на сегодня это все, с вами был я, Брок из Академии Брокколи, и спасибо за просмотр. Ну что ж, ребятушки, в плане озвучки этот видосик был довольно-таки сложный для меня. Я несколько раз психовал, чтобы произнести нормальное предложение, потому что фиг знает, что происходило. Видимо, магнитные волны в сочетании с выстроенными планетами. Ну, короче, пошло что-то не так, и я довольно долго его озвучивал. Поэтому мне вдвойне будет приятно, если вы поставите за эту работу лайкусик, репостнете его своим друзьям, ну и накалякаете что-нибудь в комментариях. Ну, если вы, конечно, хотите еще продолжения.